здравствуйте друзья и соратники на мой фильм потоп 1908 года короткая человеческая память пришло много отзывов и комментариев как под фильмом так и на почту проанализировав все комментарии решил сделать фильм дополнение так как появились новые факты сразу хочу заметить эта тема напрямую не касается моего исследования событий произошедших в начале 19 века я ее коснулся лишь с той целью чтобы дать ответ на вопрос почему мы ничего не помним в 1908 году случилось событие имевшее характер масштабного стихийного бедствия и мы о нем уже ничего не знаем и не помним или не хотим знать и помнить а оно было всего сто с небольшим лет назад поэтому что уж говорить о событиях 200 лет недавности самым частым было утверждение что в 1908 году был вовсе не потоп а всего лишь наводнение или даже просто весенний поводок причем событие сугубо локальное поэтому о нем даже в школах не говорят и учебники поэтому не попало вот об этой локальности в кавычках я хочу сейчас поговорить прежде всего нам нужно понять события какого масштаба удостаиваться чести попасть в учебники вот например осада тульского кремля крымским ханом давлет первым гиреем попала в учебники истории хотя события явно локальная но как говорит официальная история это была часть более грандиозного спектакля под названием поход ивана грозного на казань ну а это уже сами понимаете масштаб целой стороны осаду тульского кремля крымским ханом я подробно разбираю фильме разрыв шаблона часть 2 тайна тульского кремля ссылка на него появится сейчас в правом верхнем углу а вот что же мы тогда знаем о наводнении потопе 1908 года что о нем предпочитают не говорить начнем с общеизвестных фактов наверняка многие из вас слышали от людей старшего поколения слова допотопной и многим как и вашему покорному услуге тогда оказалось что речь идет о библейском потопе и подразумевается что-то древнее и ветхое но посудите сами как много людей во времена ссср интересовались библией ведь люди старшего поколения это молодежь времен рассвета ссср и атеизма однако для них казалось естественным употребить слово допотопной по отношению к чему-то старому или древнему услышать это слово в парт ячейках или в школах они явно не могли значит унаследовали от родителей дедушек и бабушек являвшихся возможных свидетелями той самой катастрофы хочу сказать пару слов о разнице между потопом и наводнением читая определение этих двух явлений можно четко прийти к выводу что по сути это одно и то же разница только в масштабах а как можно оценить масштабы к примеру человеку плывущему в своей избе которую снесла река для него будет принципиальной разницы потоп это или наводнение для него на первом месте будет стоять вопрос выживания и если ему удастся спастись то его уже никто и никогда не переубедит в том что это был обычный весенний поводок он до конца своих дней будет уверен что пережил потоп и так всем и будет рассказывать чтобы понять потоп это или наводнение или просто весеннее половодье нужно смотреть на всю картину в целом и оценить масштабы а теперь давайте немного коснемся географии самого потопа 1908 года буквально по несколько фотографий из некоторых городов москва киев нижний новгород брянск смоленск калуга рязань некоторые города германии по уровню воды на фотографиях можно понять что это наводнение не было причиной заноса глиной первых этажей зданий как мне некоторые пытались доказать для заноса глиной первых этажей нужен все таки более мощный катаклизм я показываю вам только фотографии найденные мной в интернете буквально в течение 15 минут помимо этих городов мне писали в комментариях про наводнение 1908 года во владивостоке праге лондоне фотографии этих городов в момент потопа к сожалению найти не удалось калуга москва рязань и нижний новгород стоят на бассейне реки ака нижний новгород при впадении аки в волгу река москва впадает в окку в районе коломны брянск стоит на реке десна впадает в днепр по левому берегу чуть выше по течению от киева смоленск также как и киев стоит на днепре если не рассматривать другие страны и города то можно сделать однозначный вывод об аномальном уровне осадков в средней части российской империи это как минимум а какие еще события произошли в 1908 году перечислю лишь некоторые просто чтобы помнили был тунгусский метеорит про него не знает наверное только ленивый землетрясение в южной калабрии и на сицилии одновременно с подземными толчками на страну обрушиваются ураганы 15 метровая волна цунами двигающийся со скоростью до 1000 км в час и ливневые дожди погибает 160 250 тысяч человек большая авария на рыковском руднике в макеевке состоялся первый полет первого российского дирижабля учебный военный переворот в марокко голландские ученые получают твердый гелий эрнест резерфорд объявляет о произведенном им расщепление атома и затем вместе с ханцем гейгером изобретают прибор впоследствии получивший название счетчика гейгера умер император китая гуан сюй в тот же день скончалась вдовствующая императрица циси японский пассажирский пароход мацумару затонул в результате столкновения с другим судном у хакадате погибло более 300 человек японский учебный крейсер мацушима тонет после взрыва боеприпаса в тайваньском проливе погибает 58 курсантов и 148 офицеров в британской колумбии канада при аварии поезда погибают 30 японских иммигрантов основана британская территориальная армия британский сменец тайгер во время ночных маневров на спитхедском рейде перерезается пополам британским тяжелым крейсером бервик из его экипажа спасается всего 13 человек британский пароход юнг кинг затонул во время шторма у гонконга погибло около 300 человек британский пароход тейш идет ко дну во время шторма погибают более 150 человек 3 февраля глава совета министров российской империи пётр столыпин заявил иная политика кроме строго оборонительной была бы в настоящее время бредом ненормального правительства и она повлекла бы за собой опасность для династии экспедиция кука достигает северного полюса над палатой общин пролетела воздушное судно пилотируемое суфражисткой и при этом дирижабли были сброшены листовки политического содержания это был первый дирижабль использованный с целью привлечения общественного внимания к политической борьбе коп обнаружил астероиды 668 дора и 3687 тогда без имени меткаль обнаруживает астероиды 675 людмила 757 портландия и 525 аделаида восстание в богемии конечно все эти события были в разное время года и между собой никак не связаны хотя все зависит от уровня дотошности проверяющего все в открытом доступе ссылка будет в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история хочу сказать еще пару слов о наводнениях в калуге город стоит на оке наводнение в 1908 году в калуге считается самым сильным из документально зафиксированных вода поднялась на 16 метров 77 сантиметров сохранилось немало фотографий запечатлевших это бедствие наводнения происходили раньше еще в древней летописи супральский список под 1443 годом записано в лето 6951 была зима люто и метелица без перестани с морозом и мроша люди мнози по лесам и по дорогам по великой студине а снег был велик вельми за многие лета так он не запомнать той же весны поводье было велико небывалый разлив отмечен и в 1784 году тогда отмечалось что вода поднялась на 20 аршин выше меженой отметки и залила погост при казанском храме следующее наводнение постигла калугу в 1788 в драгоценной памяти калужских купцов губкиных записано воды были великие у калуги и много строения понесло на оке ханыков упоминает о наводнении 1820 года в калуге было необыкновенное наводнение вода поднималась до ограды казанской церкви об этом событии свидетельствовала надпись на стене дома купца алтынникова видимые еще в 1829 году в 1849 году вода поднялась более чем на 15,3 метра поистину кто не помнит прошлого не имеет будущего за всеми с вами не прощаюсь впереди еще много интересного благодарю вас за внимание всего вам доброго